Обеспечены лекарствами на три месяца. В Центральную городскую клиническую больницу, где сейчас располагается ковидный госпиталь, начали поступать препараты. На их закупку из федерального бюджета ульяновцам было выделено 54 миллиона рублей. Все эти деньги на сегодняшний момент законтрактованы. С начала прошлой недели начали поступать первые препараты. Мы получили первую партию препаратов антибиотиков, группы антибиотиков, препаратов антикоагулянтов. В достаточном количестве в лечебном учреждении имеются противовирусные препараты, в том числе препараты для беременных женщин. Также поступили лекарства для оказания экстренной реанимационной помощи пациентам, которые нуждаются в интенсивной терапии. Есть лекарства генно-инженерного ряда. Поступили наиболее дефицитные лекарства – клексан, инексум, фроксипарин и гормональная дексаметазон и преднизолон. Тем не менее, сохраняется дефицит препаратов гормонального ряда. По словам медиков, проблема – это общероссийская. Не только больницы, но и розничные аптечные сети. Как отметили на свещании, в больнице проблема с закупками возникает из-за отсутствия ряда препаратов на рынке и роста цен. Также многие поставщики готовы продавать нужные лекарства при условии приобретения дополнительных препаратов, в которых не нуждаются медучреждения. Кроме этого, в ковидном госпитале продолжается проводка кислородного провода. Полностью подключен корпус инфекционного отделения. Это 109 точек. По семиэтажному корпусу подключен к кислороду 104 точки на седьмом этаже, 18 точек на втором этаже в отделении реанимации. Закончена кислородная проводка в шестой этаж, тоже почти 100 точек. И закончена кислородная проводка на третьем этаже, это 50 кислородных точек. На данный момент строители зашли на четвертый этаж, где подключат еще 30 точек. И также подключают пятый этаж. К концу декабря ожидается поставка кислородного газификатора, который решит проблему бесперебойного снабжения кислородом основного корпуса. Напомним, с ноября стационар ЦГКБ определён базой под разворачивание дополнительных коек для больных коронавирусом. В больнице создано 711 коек.